Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи, и сегодня будет видео про восстановительный заряд, балансировку, то есть уравновешивающий заряд. Будем уравновешивать на практике вот ту желтенькую батарею, которую мы восстанавливали. То есть напомню, что по этой батарее существует отдельный плейлист. В том плейлисте есть видео, как мы делали диагностическую зарядку, то есть заряжали эту аккумуляторную батарею полностью. Было видео про то, как мы доливали в нее воду дистиллированную, и как правильно это сделать. Ну а теперь видео про то, как я восстанавливал эту батарею путем уравновешивающего заряда. На практике. Чем хорош этот метод восстановления батарей путем уравновешивания? Значит, самый главный плюс это то, что аккумуляторную батарею не нужно выводить из эксплуатации. То есть таким методом можно восстановить аккумуляторную батарею и при этом ее же и эксплуатировать параллельно. К большому минусу этого метода относится то, что аккумуляторная батарея на 100% не восстановится. То есть абсолютно весь сульфат убрать не удастся. Если нужно убрать сульфат на 100%, то нужно проводить восстановление батареи в дистиллированной воде. Еще один большой минус такого метода это то, что вряд ли удастся восстановить сильно засульфатированную аккумуляторную батарею. Этот метод сильный сульфат старый не возьмет, только дистиллят. Итак, напомню проблему этой аккумуляторной батареи. У нее было сильного кипания электролита, потому что неисправен был генератор, вернее фишка генератора была неисправна. Я тоже видео показывал, как я ее восстанавливал. Была сильная потеря емкости из-за сульфатации неизбежной, потому что генератор нормально не заражал аккумуляторную батарею. И очень сильное выкипание электролита. В крайней банке, допустим, электролит выкипел до такой степени, что даже оголились пластины. В первой части я показывал, как я доливал воду в крайнюю банку до уровня остальных банок, потому что аккумуляторную батарею с оголенными пластинами заряжать нельзя. И был сделан максимальный заряд этой аккумуляторной батареи для того, чтобы можно было провести диагностику. В результате полного заряда плотность в банках стала 1,24 грамма на сантиметр кубичный, а в крайней банке, которая выкипела проблемной, плотность стала 1,19. Это вполне логично, потому что в эту крайнюю проблемную банку была долита дистиллированная вода, в то время как в другие банки она не доливалась. Ну и, соответственно, плотность там ниже. Диагностика, в свою очередь, показала еще целые пластины, которые можно эксплуатировать, они еще не обсыпались, и возможность восстановления самой главной этой аккумуляторной батареи этим методом. Итак, восстанавливать аккумуляторную батарею будем методом балансировки или уравновешивающего заряда. Видео о том, как его правильно делать, на канале есть, оно выложено, его можно посмотреть. Ну а сегодня будет практика, как это происходило на практике. Процесс восстановления этот небыстрый, и занял он около 4 суток в данном конкретном случае. Но, как вы помните, самый большой плюс этого метода это то, что аккумуляторная батарея остается в работоспособном состоянии и может эксплуатироваться и дальше, даже во время восстановления. В отличие от метода десульфатации в дистиллированной воде, где батарею на несколько дней надо изымать из использования, хотя этот метод, конечно, имеет результат гораздо лучше, чем балансировка. Ну и понятное дело, этот метод балансировки, уравновешивающего заряда, можно применять только в теплое время года, потому что он связан с понижением плотности электролита, и зимой, соответственно, это чревато тем, что замерзнет ваш электролит. Поэтому это не зимний вариант, но это основной метод восстановления батарей, которые еще не сильно засульфатированы и не имеют длительного по времени сульфатации. Метод балансировки это основной метод, как избавиться от сульфатации на начальной стадии. Ну и к тому же этот метод можно назвать еще и профилактическим, который позволяет продлить срок службы аккумуляторной батареи и восстановить незастарелый сульфат. Поэтому раз в год этот метод сильно рекомендуется применять. Применять его можно параллельно с контрольно-тренировочным циклом, который тоже есть профилактически восстанавливающим методом, но он работает немножко по другому принципу и имеет другие задачи. Итак, имеем аккумуляторную батарею, плотность в банках 1.24, в крайне отстающей 1.19. Батарея полностью заряжена на этот момент. Есть перекос в плотности в банках электролита, который не должен превышать 0.1 грамм на сантиметр кубичный. Иначе это будет приводить к саморазряду всей аккумуляторной батареи через эту отстающую банку. И в комментариях частенько пишут, что саморазряд невозможный, потому что электрическая цепь разомкнута. Но напомню, что аккумуляторная батарея это химический источник тока, и процессы в нем происходящие это чистая химия, а не физика. Поэтому до лампочки разомкнута электрическая цепь, не разомкнута, саморазряд все равно будет. Это химия. И вот в следующих видео мы и рассмотрим, почему так происходит и почему электролит является диэлектриком, хоть и является ионным проводником тока. Но это в будущем, а сейчас этим голову забивать не будем, но не забудьте подписаться. А сейчас начинаем восстановление батареи по методу балансировки или уравновешивающего заряда. Подключаем зарядные на малый ток. Режимы тока были рассказаны в видео про уравновешивающий заряд, кто не видел, можете посмотреть. И начинаем заряжать. После закипания электролита доливаем воду в банки. 50 мл я долил. Уровень электролита у нас во всех банках одинаков, потому что мы его поравняли при первом заряде, поэтому доливаем везде одинаково по 50 мл. Напряжение при этом начинает падать, потому что плотность электролита упала. А мы же все помним, чему нас учит красивая баба с сиськами. Кто ее не видел, обязательно посмотрите. И что напряжение напрямую зависит от плотности. Раз плотность упала, значит напряжение тоже упадет. Почему нельзя доливать воду всю сразу? Я тоже видео уже показывал, потому что аккумуляторная батарея перестанет в этом случае просто заряжаться. Видео также это находится в этом плейлисте, можно его посмотреть. По большому счету можно долить воду и всю сразу, то есть до необходимого уровня. Но тогда аккумуляторная батарея окажется неработоспособной из-за низкой плотности. И заряда нормального брать тогда она уже не будет. А значит придется выводить эту батарею из эксплуатации. Ну а наша задача восстановить аккумуляторную батарею так, чтобы не выводить ее из эксплуатации. Напряжение батареи 14,8. И видно как батарея кипит. А в описании в магазинах, где ее продают, написано кальцевая батарея. Кальций-кальций. Но по кипению видно, что здесь водородное число явно не от кальция. Брешут значит в магазинах. Это не кальцевая батарея. Но если по-честному, то здесь нигде и не написано, что она должна быть кальций-кальций. В общем полез я на сайт производитель, долго-долго искал и еле-еле нашел скромные упоминания, что эта батарея таки не кальцевая, а гибридная. Ну это больше похоже на правду. Потому что водородное число, я бы сказал, даже маленькое для гибридной батареи. Но тем не менее, может быть и гибридная. Хотя даже тоже верится с трудом. Вот так вот в магазинах продают аккумуляторные батареи. Вы думаете купили кальций за большие деньги, а купили, слава богу, если гибрид. А задача именно этого видео как раз таки показать, как сделать балансировку восстановления батареи, которая занимает несколько дней, но не выводить аккумуляторную батарею из эксплуатации. Поэтому не доливаем больше 50 миллилитров воды. По правде и 50 это тоже много. Лучше доливать не больше 30 миллилитров. Но на первый раз, в общем-то, можно долить и 50 миллилитров, потому что точно известно, что на пластинах находится большое количество сульфата. Вода же выкипела, значит кислота неизбежно села на пластины в виде сульфата. Напомню, что при балансировке, то есть уравновешивающем заряде, нужно следить, чтобы не было интенсивного кипения электролита в аккумуляторной батарее. И нужно следить за тем, чтобы батарея не перегревалась ни в коем случае. И вот как только началось кипение, останавливаем заряд и даем аккумуляторной батарее отдохнуть. Отдохнуло, и снова на заряд, и снова травим сульфат. Как менялась плотность электроита в банках, видно из этой вот картинкой, которую я, как и завещал великий Пикассо, нарисовал на заборе. Из этого шедевра видно, что плотность в банках росла более-менее равномерно. И при достижении плотности в пяти банках 1,26, плотность в остающей банке в крайней начала понемножку догонять остальные. То есть она это сделала не сразу. То есть начался процесс уравновешивания параллельно процессу растворения сульфата. Но теперь в крайней проблемной банке сульфат начал растворяться немножко быстрее, чем в остальных. А это как раз то, что нам и нужно. В этом случае мы два зайца убиваем сразу одним кирпичом. В конце имеем плотность 1,27 в пяти банках и 1,26 в той, которая отстает. Отстающая банка понемножечку-понемножечку подтянулась к остальным. И теперь находится в приемлемом параметре разброса электролита по банкам. Плюс-минус 0,1 грамм на сантиметр кубичный. И снова здесь напомню, что разброс плотности электролита по банкам не должен составлять больше, чем 0,1 грамм на сантиметр кубичный. Иначе это чревато, опять же, саморазрядом аккумуляторной батареи повышенным. Доводим заряд до кипения электролита и опять доливаю я в кипящий электролит еще 0,25 мл воды в каждую из банок. В кипящий электролит наливаю, потому что он быстрее перемешается с водой. Плотность электролита, соответственно, падает, а с ней и падает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Как и предупреждала красивая баба с тиськами. Ну и мы дальше продолжаем заряд. Не допускаем интенсивного кипения, а вот небольшое газовыделение допускается. Даем аккумуляторной батарее отдохнуть, если это надо. Если она уже сильно кипит или греется, даем ей отдохнуть. По мере поднятия плотности до 1,27 в банках и 1,26 в отстающей банке, снова я доливаю 0,25 мл воды. Плотность и напряжение опять падает и все начинается сначала. Если же вдруг так случается, что автомобилю нужно срочно выезжать, значит берем эту батарею, которая сейчас заражается восстановительным зарядом, ставим на автомобиль и начинаем эксплуатировать на пониженной плотности. Но это возможно только в теплое время года. По приезду автомобиля опять снимаем аккумуляторную батарею и ставим на заряд. И ждем, когда плотность снова вырастет до 1,27 и 1,26 в крайней банке. Уровень электролита, несмотря на то, что мы несколько раз доливали воду, еще все равно не достиг того уровня, на котором он должен быть. А значит доливаем еще 0,25 мл воды и снова ставим на заряд, снова по кругу. И вот уже после этой доливки воды уровень электролита стал таким, каким и должен быть. И вот теперь мы следим за плотностью. Плотность будет расти уже гораздо медленнее, чем это было раньше, потому что сульфата уже осталось намного меньше. Ну и к тому же этим зарядом уравновешивающим на 100% сульфат сбить нельзя. Поэтому придет такое время, такой момент в этой жизни прекрасный, когда плотность перестанет расти и остановится. Она может остановиться на плотности 1,26 или 1,25 и дальше она уже абсолютно не растет. Значит, налили мы лишней воды. Напряжение заряда больше не прыгает. Вот оно держится 14,8 около этой цифры. И так и стоит. Но дело в том, что растет плотность. А заряженная батарея считается тогда, когда стабильные и напряжение, и плотность. Плотность и напряжение не растут и не изменяются в течение двух часов заряда аккумуляторной батареи. В данном случае напряжение стабилизировалось. Это меня радует, что оно стабилизировалось, но дело в том, что еще растет плотность. Значит, батарея еще заряжается. И вот после того, как наблюдаем остановку роста плотности электролита во всех банках на протяжении трех часов, балансировка закончена. Если во всех банках плотность не растет, а в одной банке еще растет, значит, продолжаем заряд балансировкой. До того момента, когда плотность не перестанет расти во всех абсолютно банках. Если в конце восстановления батареи этим методом плотность у нас получилась низкая, обычно так оно всегда и бывает, делаем как обычно. Доводим до кипения электролит в аккумуляторной батарее, отбираем часть воды и доливаем электролит повышенной плотности. Итак, чего мы добились? Первое. Мы дотянули выкипевшую крайнюю банку проблемную до уровня остальных, то есть уравновесили. А значит, мы устранили одну из проблем. Второе. Мы залили около 750 мл воды и получили плотность электролита 1,26 до корректировки. Значит, что у нас получилось? У нас 750 мл воды, дистиллированной чистой, которую мы долили, стали электролитом. Значит, мы сняли с пластин сульфат и сделали из него кислоту. А значит, мы провели десульфатацию аккумуляторной батареи. Итого, надои кислоты у нас составили при этой плотности около 250 мл. Если перевести на язык алкоголиков, чекушка, в общем, получилась у нас чистой кислоты, что тоже очень немало и очень-очень неплохо. Процесс этот у нас увенчался полным успехом и можно его применять на практике. И даже я скажу, нужно его обязательно применять на практике. Если хотите, чтобы ваша аккумуляторная батарея долго-долго работала, обязательно применяйте этот метод заряда хотя бы раз в год, даже если аккумуляторная батарея полностью исправна. А сегодня вот было такое видео на моем канале. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жадный для лайков. И не забываем подписываться на лучший в мире канал по аккумуляторным батареям. Благодарность в виде золотых царских рублей присылайте по известному адресу. Также могу взять енотами, потому что дочь моя хочет котенка, а я вот хочу енота.